Сегодняшней новостью стало очередное обращение жителей города Вологды, которые принесли в движение вместе и где они обозначили очень важную проблему закрытия вот этого социального учреждения. Это Вологодская водолечебница, это организация здравоохранения, которая имеет огромное значение для социальной функции государства, для здравоохранения. Это тот момент, о котором сейчас, как мы узнали, переживают сотни вологжан и то, что необходимо, как они считают, сохранить. Особенно хорошо эта новость смотрится на фоне того, что буквально на прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала нам, как Вологодская область прекрасно вышла из финансового кризиса. И я думаю, что если губернатор Вологодской области заявляет о выходе из финансового кризиса, он сможет принять все меры для сохранения этой лечебницы. Скажите, а разве реально природную скважину, которая уникальная по своему химическому составу, две в России таких, и вдруг отдать частные руки? Это вот возможно. И потом вот сейчас, наперед, даже если ее отдадут кому-то, сейчас руки продадут, предположим, она через месяц-два она замоется, потом ее не будет, этой скважины у нас. То есть даже Вологодская область лишится единственного такого источника, которого нет в России больше нигде. Все расстройства, что это единственная лечебница, которая более доступная как-то. Вот там есть, говорят, на Пугачево, туда не попасть, туда не попасть. Годами люди стоят. Здесь более проще попасть, и пролечивается, всем нравится, и персонал. Как-то маслозавод отстаивает, может и тут можно отстаивать. Тип тоже неудобно туда на Пугачево ездить, и всех не трудно. Там тоже инсультики, инфарктики, а вот нас поддержать здоровье, я на Пятый Гор я хожу постоянно. Такое облегчение получает этого настроения и здоровья получается. Вот ванна бесплатная, грязь бесплатная, и физиокабинет бесплатная, а со мной мы все платно делаем. Что же, по желанию уже. Вот озонно. Отвратительно. Очень плохо делают. Все сделано, ремонт все сделано. Года работает, да, интабельно, а теперь уже не интабельно. Какая будет интабельность в медицинском предприятии? Так ясно, что у нас это последнее, что нужно отобрать сейчас. Ведь здесь, посмотрите, какие годы мы их купили. Во-первых, это удобно, мы в своем городе, и нас так много ходят. А сейчас это еще одни руды, и все. Больше ходить у нас в городе некуда. У нас больнянь. Больнянь всех. Мне тут свободно. Как это можно закрыть? Вы что, товарищи? У людей, она нет, вода в стайме, а ее закрывают. А потом вот ее продавать, что дорого. Ну кто это? Пенсионеры не позволят себе, правильно? Не знаю. Я вот 11 лет начала сюда ходить, было совсем другой ветер. Все, плечень-то так же, но сейчас отремонтировали, все сделали культурно, красиво, чисто. Главное, зайдите, хоть в один бокс посмотрите. Какая красота сейчас, они старались складывать даже. Они каждый год что-нибудь доделают. Они каждый год все, они же не будут делать. Нужна на борту, чем не царе, или нет, конечно. Конечно, нужно руками, ногами. Хотя бы если реабилитационный центр присоединят, так оставьте бы на этой территории реабилитационный центр. Пусть бы он работал. Как тюнял, почему у меня так, да? Столько тысяч лет нечат они. Но самое-то главное, ведь есть результат. Вот я, например, могу сказать по себе. Я вообще не ходила, ходила по стенке, меня водили в туалет, водили, я не могла сесть. Я сейчас хожу, бегаю, занимаюсь, плаваю, на лыжах хожу. Результат есть. Я ходила два раза в год. Да как же, конечно, есть результат. Два раза в год ходила. И получаться-то, наверное, крайний раз уже. Больше, наверное, не получится. Да что-то раз вот сиделось. Уважаемая пресса, передайте, пожалуйста, молодому руководителю Кувшиннику, которого мы приняли нашего как губернатора области, и почему он не защищает нашу область, а именно нарушает все наши привилегии какие-то. Дело в том, что это история Вологодской области. Почему он перечеркивает всю историю Вологодской области и все его руководители? Мы за них голосуем. Мы на них надеемся. Завод имени Верещагина издевались. Теперь издевается над водолечебницей. Имени Лебедева. Профессор создавал все это. Создавал для блага рабочих, трудящихся. Здесь же рабочий край, здесь. И все ходили, вот предприятия эти, швейнофабрика, льнокомбинат, все эти предприятия ходили сюда лечиться. Самые защищенные. Конечно, это самые незащищенные слои населения. И еще нас вот так поставили в такие рамки. Ведь завели не только этот коллектив, завели всех пациентов. Люди-то приходят, их уже сейчас не берут, поликлиники отправляют. А почему такая несоответствие такое? Связи почему нет у здравоохранения? Поликлиники направляют, здесь не принимают. Это беспредел, это полнейший беспредел. Пора навести порядки в области. Мы вот недоволены, настроение взрывоопасно. А на митинге готовы идти, если что? Готовы. 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 Это действительно беспредел, и надо бороться с этими оптимизаторами. Движение Вместе уже выяснило, что постановление правительства не является совсем законным, и мы обжаловали его в прокуратуре. В том числе мы предлагаем вас поддержать тех, кто проходит лечение в этой больной лечебнице письмами на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Кувшинникова. Давайте вместе защитим народное достояние и достояние Вологодской области. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, поддерживайте движение Вместе.